Доброго времени, дорогие любители домашних экзотических растений! У меня в руках роскошный миниатюрный культивар осплейниума скалопендрова Лесли. Типичный английский гнездовой скалопендровик стал прародителем множества культиваров, но Лесли наиболее компактный экземпляр, поэтому идеально подходит для домашнего декорирования. Для дальнейшего использования мне хочется разрастить свой экземпляр миниатюры, а для этого мы выберем горшок с более широкой верхней частью, чтобы цепкие крышки смогли расположиться по всей поверхности горшка и, скорее всего, нарастить новое гнездо. Мне хочется показать вам еще один типичный гнездовой осплейниум, имеющий широкий ареал распространения – вечно зеленый папоротник. А подробнее об осплейниуме мы поговорим в процессе пересадки. Для удобства извлечения растения из транспортировочного горшка мы предварительно подсушили почву в течение полутора суток. Лесли благолюбив, и ему будет сложно оставаться без полива на более длительный срок. Немного обжав горшок, мы легко сможем извлечь наш экземпляр. У него здоровая корневая система, и обратите внимание, мы уже встречались с подобной формой корней у плацетериума дважды величиного. Для начала освободим корневую шейку от избытка субстрата. Покупая магазинные экземпляры растений, можно легко не заметить корневой гнили и пропустить намокание шейки, что приведет к безвозвратной утрате растения. Это самая распространенная ошибка, перелив растения, неправильно выбранное положение и, как следствие, сквозняк, а также резкое похолодание при обильном поливе. Асплениум – резоматочное растение, свои ваи разворачивает от вертикально ветвящегося корневища, часть которого расположена близко к поверхности почвы, но частично уходит на глубину, осваивая территорию горшка. Корневище покрыто светло-коричневыми опушенными чешуйками, обычно спрятанными стеблями валь. В зависимости от возраста и условий проживания корешки достигают от 2 до 30 сантиметров в длину. Здоровые корешки выглядят глянцевыми, они опушенные. Именно эти лорсиночки в природе помогают растению зацепиться за расщелинки и кору деревьев. Мы ненадолго оставим Лесли в сторонку и обратимся ко второму растению. Как вы можете видеть, корневая шейка более взрослого экземпляра Асплениума гнездового специально посажена чуть выше уровня почвы для удобного полива и свободного доступа воздуха к резоме растения. Это также имеет смысл для тех любителей декорирования растений, которые подсаживают украшающие декоративные мхи в почву горшка. Для дальнейшей пересадки нам необходимо освободить слежавшиеся свободные крышки корневой системы от части старого субстрата, не застрагивая резомы. Используя деревянную палочку с заостренным концом, сделать это достаточно несложно. Если у вас пока нет необходимых навыков в пересадке литофитных или эпифитных растений, просто соблюдайте осторожность. Избегайте резких движений. Постарайтесь обойтись без лишней поспешности. Обязательно хорошенько осмотрев растения. Как вы можете видеть, в нашем экземпляре старый субстрат состоит из смеси торфа с мелкими фракциями коры и отделяется достаточно хорошо. Я отказалась от обычной перевалки растения в пользу полноценной пересадки, потому что хорошо разрушившиеся корешки необходимо расправить по всей площади горшка, для того, чтобы немного спровоцировать процесс образования новых резом и дальнейшего наращивания корневой системы. Асплениум скалопендровый имеет роскошную, глянцевую, светло-салатную окраску чешевидных, похожих на корзиночки вай. Курчавые, свободные края и по мере того, как растение созревает, концы вай становятся разветвленными или гребневидными. В процессе роста из вертикального, прямо стоячего положения они отклоняются от резомы и переходят в дугообразный, образуя шар. Вероятнее всего, природный экземпляр и муш можно сравнить с оленевым языком, но миниатюрный культивар Лесли едва ли. На мой взгляд, миниатюрные кончанчики схожи с хавойской капустой и позволяют удовлетворить эстетический аппетит даже самых привередливых гурманов комнатного цветоводства. Многочисленные, плотно посаженные вай в первые годы жизни имеют совсем короткие черешки веретенообразной или цилиндрической формы, а салатная краса со слабым восковым налетом и дает такую неповторимую схожесть с с хавойской капустой. В дикой природе каждая отдельная листовая лопасть может достигать в длину 70 см и 15 см в ширину. Наш Лесли миниатюрный и в комнатных условиях редко превышает 1 четвертую от стартовой формы. Как утверждают энциклопедические источники, асплениум скалопендровый насчитывает порядка 700 форм, причем на одном экземпляре растения могут спокойно размещаться вае нескольких отличных друг от друга форм, что делает этот папоротник особенно привлекательным для комнатных садоводов. Особенно декоративно смотрятся надорванные, раздвоенные, кристаллизированные формы ваи. Дорогие растениеводы, мы были аккуратны во время освобождения корешков от старой почвы. Убедились, что все корешки и корешочки здоровы, резумы цела, и это особенно радует. Пора двигаться дальше и приготовить питательный субстрат для ночевого папоротника. Одну четвертую горшка наполним керамзитом. Он станет нашим дренажем. Предварительно обработав керамзит марганцовкой и просушив его в духовке. А следующим слоем добавим немного промытого крупного речного песка, также просушив его в духовке. Речной песок мы также добавим в субстрат примерно одну четвертую от общей массы. Две части гумуса. К низиному раскисленному торфу я добавлю верховой, не раскисленный, из расчета 3 к 1. Для составления более влагоемкого субстрата мы используем обработанный мох сфагном с кусочками пригнившей листвы, нарезав его на более мелкие части. Предварительно вываренные и хорошо просушенные кусочки сосновой коры мы разламываем на более мелкие части. Это сделает наш субстрат более дренированным. Хорошенько перемешаем все ингредиенты в почвенной смеси, обогащая ее кислородом. Во время вымешивания наша почвенная смесь станет легкой, воздушной и наполненной кислородом. Достаточное количество гумуса, которое мы положили в нашу почвенную смесь, определяет плодородие почвы. И хотя папоротник растение не цветущее, он будет рад некоторому количеству гумуса. Новым слоем поверх песка мы выкладываем полученную субстратную смесь. не преминая, просто легко разложив по площади горшка. Субстрат для сколопендрового папоротника Лесли получился очень легким и хорошо дренированным. И теперь мы определимся с его местоположением в горшке. Аккуратно расправим корешочки, вытягивая их по всей площади горшка и начинаем очень аккуратно, приподнимая нижний ряд вай, высаживать папоротник к новому месту жительства. Грунт лучше выкладывать очень мелкими порциями для того, чтобы избежать вот этой вот излишней засыпки корневой шейки. То есть, как мы уже говорили ранее, резому лучше немного приподнять над уровнем почвы. резунка или как ее еще называют птичье гнездо всегда должна оставаться сухой. Особенно это важно в первые годы жизни папоротника у вас дома, потому что черешочки растения крайне маленькие и ваечка начинается практически сразу от резунки. Поскольку высокодекоративный внешний вид это определяющий фактор для папоротника и содержится в домашних оранжевиях, квартирах исключительно ради его восхитительной коллизии роскошных вай, органика различной степени разложения папоротнику просто необходима. Именно она сделает густыми насыщенных оттенков очень здоровыми и сытыми наши ваи. Питательность гумуса это прежде всего разнообразие накапливаемых микро- и макроэлементов и питание нашего растения. Я вас уверяю, то количество питательных веществ, которое мы заложим во время пересадки более чем достаточно для питания растений в течение зимы. Как известно, скалопендровик растение безусловно реликтовое в природных условиях, оно морозоустойчиво, может ненадолго уйти под снег с очень маленьким периодом покоя. Жизнестойкое растение и накапливает все макро- и микроэлементы в корневище. Ведь недаром или на корневище растения используется в народной медицине для различных целей. Как любому папоротнику, культивару Лесли в домашних условиях необходимо увлажнение воздуха. Именно на него он реагирует в первую очередь. Хотя традиционно принято растение опрыскивать, по собственному опыту я могу сказать, растение будет благодарно увлажнителю воздуха, аквариуму, фонтанчику, любой емкости с водой. Он действительно реагирует лучше, нежели чем на традиционное опрыскивание пульверизатором. После пересадки в новый горшок наш миниатюрный культивар обязательно опустят свои прекрасные ваи вниз. Для того, чтобы избежать соприкосновений ваи с поверхностью почвы, я выкладываю жадеидовые или кварцевые минералы под нижние ваи. Поскольку мои растения жители северной части дома, перенести стресс после пересадки ему поможет досветка в утренние и вечерние часы лампы бекалорного освещения. В ночное же время регулируйте температуру воздуха при помощи батареи отопления. Имитируя природные условия, более спокойные ночные температуры будут полезны и растениям, и вам. При поливе не допускайте переувлажнений почвы, но и не позволяйте почве пересыхать. Избегайте поливать листья и корневую шейку. Полив осуществляйте в утренние часы водой обратного осмоса комнатной температуры или чуть теплой. Осуществляя полив по краю горшка. Папоротники представляют собой настолько разнообразную совокупность растений, что маловероятно, что нам когда-либо станет скучно с этой увлекательной группой. Мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал ТРХЛ и ставьте лайки.